В этом выпуске новостей с колёс мы снова будем обсуждать санкции. Тем более, что белорусский МАЗ показал первый антисанкционный автобус, в конструкции которого удалось обойтись без европейских комплектующих. Рецепт оказался прост. Если производство передних осей освоили сами белорусы, то задний портальный мост и шестидиапазонную автоматическую коробку поставила китайская фирма «Фастгир». Мотор тоже имеет поднебесное происхождение — это агрегат «Вейчай». Отдельно отмечается, что двигатель и автомат собраны на заводах под Минском, так как белорусский автогигант некоторое время назад организовал соответствующие белорусско-китайские совместные предприятия. Цену подобных низкопольников МАЗ пока не называет, но такую технику вовсю предлагают клиентам, в частности, администрации Санкт-Петербурга, где трудится огромная флотилия МАЗовских машин. Очевидно, что примерить китайские агрегаты придется и некоторым другим отечественным производителям. В частности, все тяжелые грузоподъемностью от 20 тонн и выше грузовики КАМАЗ оснащались 16-ступенчатыми трансмиссиями ЗТФ, которые теперь станут санкционными. Как отмечает военное обозрение, российский аналог — коробка КАМАЗ-161 — давно не выпускается, и возобновить производство не так просто, поскольку и здесь применялись импортные комплектующие от той же ЗТФ. Это значит, что разнообразные многоосные шасси и тяжелые тягачи, которые среди прочих также закупала российская армия, будет нечем комплектовать. Если, конечно, на помощь не придет Ярославский моторный со своими девятиступками, или Тутаевский завод не запустит 14-скоростную коробку, или же не будет найден временный китайский аналог. А вот автозавод «Урал» абсолютно спокоен. Моторы и трансмиссии для миасских грузовиков поставляет Ярославский моторный завод, а мосты могут ставиться либо собственные, либо китайские «Ханьде». Правда, в ближайшее время уральцы планируют сосредоточиться на проверенных временем моделях. Это значит, что основой гаммы вновь станет классический Урал 4320, который этой осенью отметит 45-летний юбилей. Впрочем, некоторое время назад на заводе началась большая модернизация, на которую из бюджета удалось выбить двухмиллиардный займ. На эти деньги планировалось освоить выпуск широчайшей линейки мостов. В Миассе уверены, что им удастся закончить начатое, но для этого потребуется дофинансирование. Зато детали трансмиссии, выпущенные Уралом, смогут покупать и другие автопроизводители, например, КАМАЗ и МАЗ.